здравствуйте ребята я рада приветствовать на вас на уроке биологии в девятом классе и тема сегодняшнего урока биоциноз и биогеоциноз начнем мы с вами как обычно с повторения биоциноз это исторически сложившаяся совокупность взаимосвязанных популяций растений грибов и микроорганизмов населяющих экологически однородную среду обитания о структуре бета биоцинозе мы говорили с вами на прошлом уроке место обитания биоциноза называется биотоп биотоп это участок территории с однородными условиями среды населенным же населенные живыми организмами экотоп это комплекс абиатических факторов окружающей среды без участия живых организмов пожалуйста понятия экотоп и биотоп запишите в свою тетрадь состав состав биоциноза представлен видовым разнообразием числа видов растений животных и микроорганизмов образующих сообщества начнем мы с вами с видовой структуры биоциноза видовая структура биоциноза может быть представлена видовым богатством и видовой насыщенностью видовое богатство это количество видов обитающих биотопе каждый конкретный вид биоцинозе представлен популяцией а видовая насыщенность это количество видов приходящихся на единицу площади и единицу объема биотопа пожалуйста запишите в свою тетрадь что такое видовое разнообразие зависимости от процентной доли особи данного вида в общей численности особи биоциноза различают раз следующие степени доминирования первое доминантные виды это довольно многочисленные и часто встречающиеся в биотопе виды малочисленные это виды с небольшой численностью и изредка встречающиеся в биотопе редкие виды это виды с очень малой численностью встречаю встречающиеся в биотопе только в отдельно в его отдельных местах и случайные виды это виды нетипичные для данного биоциноза и представленные в нем лишь единичными экземплярами. Теперь мы с вами поговорим о пространственной структуре биоциноза. Пространственная структура биоциноза может быть вертикальной или горизонтальной. Вертикальная структура биоциноза носит название ярусность, горизонтальная структура биоциноза носит название мозаичность. Пожалуйста, запишите себе пространственную структуру биоциноза. Ярусность бывает надземная и подземная. Надземная ярусность включает в себя 5 растительных ярусов. Первый ярус образован деревьями первой величины. Это могут быть дубы, березы и другие растения. Ко второму ярусу относятся деревья второй величины, черемуха рябина. К третьему ярусу подлесок из кустарников. Четвертый ярус представлен высокими травами и кустарничками. И пятый ярус представлен низкими травами и кустарничками. Я вам сейчас рассказала ярусность в лиственном лесу. Подземная ярусность биоциноза представлена корневой системой растений. В каждом ярусе встречаются только определенные организмы, приспособленные к обитанию в определенных ярусах. Пожалуйста, ярусность тоже перенесите в свою тетрадь. Встречаются так называемые внеярусные организмы. Внеярусные организмы нельзя отнести ни к какому ярусу конкретно. К внеярусным организмам относятся лианы, лишайники и некоторые виды мухов. Структура биоциноза поддерживается во времени и в пространстве за счет разнообразных связей между популяциями. Связи возникают с целью удовлетворения определенных потребностей одной популяции за счет потребностей другой. Связи в биоцинозе. Форические, фабрические, трофические и топические. Пожалуйста, запишите в свою тетрадь виды связей в биоцинозе. И сейчас каждую связь мы с вами разберем подробно. Первый вид связи это форические связи. Это связи между популяциями, когда особи одной популяции участвуют в расселении особей другой популяции. Примером может быть распространение плодов и семян растений с помощью птиц и различных животных. Фабрические связи. Это связь между популяциями, когда особи одной популяции используют выделение или мертвые части тела особей другой популяции в качестве материала для строительства гнезд, нор, убежищ и так далее. Примером фабрических связей может быть муравейник, когда муравьи строят муравейник из опада хвойных деревьев. Примером фабрических связей могут быть бобровые хатки. И примером фабрических связей может быть птицы, выстилающие свои гнезда мхом, опавшими листьями, сухой травой, перьями и пухом. Трофические связи. Это связи между популяциями, когда особи одной популяции получают пищу за счет особей другой популяции. Трофические связи могут быть прямые и косвенные. Например, пример прямой трофической связи. Лягушка питается насекомыми, а аист питается лягушками. Это прямая трофическая связь. Пример косвенной трофической связи, когда хищники поедают травоядных животных и тем самым влияет на численность травянистых растений, которые являются пищей для некоторых беспозвоночных животных. И последний вид связи в биоцинозе – это топические связи. Топические связи – это связи между популяциями, когда особи одной популяции используют особи другой популяции в качестве места обитания или испытывают их влияние на свою среду обитания. Примером топических связей может быть гнездование птиц на деревьях и на кустарниках. И примером топических связей могут быть лианы, мхи или шайники, которые используют стволы и деревья как субстрат. Биоцинозы бывают первичные и вторичные. Первичные биоцинозы практически неподвержены деятельности человека. Вторичные биоцинозы – в них отмечается заметное влияние человека. Теперь мы с вами поговорим о биоцинозе. Биоциноз – это природное образование, имеющее четкие границы. Оно состоит из совокупности биоцинозов, которые занимают определенное место. Понятие биоциноз было введено в 1940 году с Укачевым. Структура биоциноза. Биоциноз состоит из экотопа и биотопа. В биоцинозе функционально взаимосвязаны живые организмы и окружающая среда. И при этом все они оказывают влияние друг на друга. Биоцинозы сменяют друг друга. Смена биоциноза может быть скачкообразная, внезапная, катастрофическая. К скачкообразной смене биоциноза относятся природные катастрофы и антропогенный фактор. Но чаще всего биоцинозы сменяются друг другом постепенно. И постепенная смена биоциноза носит название «сукцессия». Пожалуйста, виды смены биоциноза запишите в свою тетрадочку и понятие «сукцессия». Сукцессии бывают первичные и вторичные. Первичная сукцессия образуется на незаселенных местах. Здесь почва будет формироваться длительное время. И первыми растительными организмами, которые появятся на месте первичной сукцессии, будут лишайники и мхи. Вторичные сукцессии формируются на местах, где ранее существовал биоциноз. И здесь скорость восстановления будет значительно выше. Пожалуйста, напишите себе, чем виды сукцессии отличаются друг от друга. Следующее понятие, которое мы тоже сегодня введем в наш предмет, это «экосистема». Понятие «экосистема» было введено в 1953 году английским ботаником Тенсли. Этим термином он обозначил любую совокупность организмов, совместно обитающих, а также их среду обитания. «Экосистема» – это сообщество живых организмов вместе с их физической средой обитания. «Живые организмы» в «экосистеме» связаны обменом веществ, энергии и в единый поток. «Экосистема» – это достаточно широкое понятие. Его можно применить как к природному сообществу, так и к искусственно созданному сообществу. Искусственно созданным сообществом может быть аквариум, сад, поле, огород, лук и так далее. Все, что создается с помощью человека. Свойства экосистемы. Первое свойство – это устойчивость. Экосистема способна выдерживать изменения, создаваемые внешними воздействиями. И экосистема способна к саморегуляции. Она способна самостоятельно поддерживать определенную численность особей в популяции. Экосистемы бывают естественные и искусственные. Естественные экосистемы – это природные экосистемы. А искусственные экосистемы – это экосистемы, созданные человеком. Их называют агроцинозы. Сейчас я хочу с вами поговорить о агроцинозах. Агроциноз – экосистема, структуру и функционирование которых создает, поддерживает и контролирует человек. Все это делает он только в своих интересах. Составляющими агроциноза будут биотические и абиотические факторы. Абиотические факторы – это почва, климатические факторы и рельеф. Биотические факторы – это наличие консументов, продуцентов и редуцентов. Примерами агроциноза, помимо вышеперечисленных, можно считать пашню, пастбище, сад, огород. Агроциноз имеет сходство и различия с природной экосистемой. Сходство агроциноза с природной экосистемой. Мы сейчас их все проговорим и вам нужно будет записать в тетрадку. Первое сходство – наличие трех функциональных групп. Наличие консументов, продуцентов и редуцентов. Второе сходство – наличие пищевых цепей и пищевых сетей. Третье сходство – ярусность. Четвертое сходство – влияние экологических факторов. Биотических, абиотических и антропогенных. Пятое сходство – в агроцинозе, так же как и в природной экосистеме, имеется вид доминант. Помимо сходства, агроциноз имеет еще и отличие от природной экосистемы. Первое отличие. В агроцинозе количество видов меньше и вид доминант определяется человеком. Агроциноз является неустойчивой структурой и без человека он погибает. Естественный отбор в агроцинозе ослаблен, так как действует искусственный отбор, осуществляемый человеком, и остаются только ценные для человека особи. Агроциноз регулируется человеком. И в агроцинозе источником энергии является энергия солнца, а также энергия, которая вносится человеком. Это полив, прополка, внесение каких-то удобрений. Пожалуйста, запишите отличия в свою тетрадь. Мы с вами закончили тему биоциноз и биогеоциноз. Сейчас, пожалуйста, запишите домашнее задание. Здесь у вас будут ситуационные задачи. Первое. В небольшом водоеме, образовавшемся после разлива реки, обнаружены следующие живые организмы. Обнаружены белая планария, большой прудовик, циклопы и гидры. Объясните, пожалуйста, можно ли этот водоем считать экосистемой. Если можно, то приведите не менее трех доказательств. Если нельзя считать этот водоем экосистемой, приведите не менее трех примеров того, что данный водоем не является экосистемой. Вторая ситуационная задача. На Земле существуют различные виды антропогенных экосистем. Для одной из этих экосистем характерны следующие черты. Природная среда изменена в значительной степени. Отмечается появление новых абиотических компонентов. Биотоп изменен. Климатические факторы изменены. Объем продуцентов снижен. И для питания консументов необходимо поступление органических веществ из-за пределов системы. Консументы преобладают. Среди них доминирующим является человек. Редуценты не в состоянии минерализировать все органические останки. Пищевые цепи очень короткие и чаще всего случайны. Вопрос. О каком виде антропогенной экосистемы идет речь? Второе. Возможно ли существование этой экосистемы без дополнительных источников энергии? И следующий вопрос, на который вы должны ответить. Может ли существовать в данной экосистеме саморегуляция? Большое спасибо вам за урок. До скорых встреч. Мы с вами увидимся на следующем уроке. До свидания. До свидания.